Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Мшика. Сегодня готовлю невероятно вкусные, особенные чебуреки на заварном тесте. У меня уже есть мой любимый рецепт крымских чебуреков, и мне казалось, что вряд ли какой-то другой рецепт может его заменить, но я ошибалась, потому что этот рецепт невероятно вкусный. Здесь потрясающее слоеное, хрустящее, очень вкусное тесто, но главная его особенность в том, что при жарке оно хорошо запечатывается и сохраняет в себе весь мясной сок, мясной бульон. Чебуреки получаются очень вкусными и сочными. В миске у меня 500 грамм муки общего назначения, или можно взять высшего сорта. Добавляю 1 чайную ложку соли и все перемешиваю. Теперь добавляю 250 миллилитров крутого кипятка, вода только что вскипела, это очень важно. И все перемешаю с помощью венчика или ложки. Должны образоваться вот такие вот мучные хлопья. Оставлю миску пока в сторону, а тем временем 100 грамм растопленного сливочного масла соединяю с одним яйцом и все взболтаю с помощью венчика. Масло у меня теплое, не горячее. И добавляю эту жидкость в миску с другими ингредиентами. И все перемешаю с помощью венчика или можно с помощью ложки или лопатки, чем вам удобно. Буквально несколько секунд. И теперь содержимое миски кладу на рабочую поверхность. Рабочую поверхность я не смазывала ни растительным маслом, ни пропыляла мукой. В этом нет необходимости. И буду замешивать тесто. Пусть вас не пугают эти комки, потому что буквально за 5 минут у вас получится эластичное, очень мягкое, не липнущее к рукам тесто. Здесь абсолютно точная громовка. Я этот рецепт испробовала несколько раз и усовершенствовала. Поэтому не переживайте. Тесто получится идеальным. Тесто перекладываю в отдельную миску или можно в пакет. И накрою кухонным полотенцем. Дам ему отдохнуть примерно полчаса. А пока приготовлю фарш. У меня 200 грамм фарша из телятины и 300 грамм фарша из свинины. Свиной фарш у меня более жирный, а телятина наоборот. Поэтому будет отличный баланс. Вы можете брать абсолютно любой фарш по вашему выбору. И куриный, и индюшиный, и свиной, и бараний, и какой хотите. Понадобится много лука. У меня вот такая вот громадная луковица. Примерно это 2,5 средних. И лук натираю на крупной терке. Натираю прямо в миску. Почему? Потому что этот луковый сок должен попадать прямо в фарш. И от этого фарш получится очень вкусным и сочным. Также лук вы можете пропустить через мясорубку, если вам так более удобно. Мне удобно делать это на крупной терке. Добавляю 1 чайную ложку соли. А также примерно пол чайной ложки черного молотого перца. Но можете добавить по вкусу. Больше никаких других специй я не добавляю. Фарш хорошо перемешиваю. И в процессе я еще добавлю 120 мл воды комнатной температуры. Вместо воды можно взять любой бульон, какой есть у вас в наличии. Почему я добавляю воду? Чтобы чебуреки получились очень сочными. Сочность чебуреков зависит во многом от самого фарша тоже. Поэтому добавляется вода или бульон. Никакой зелени, никаких других специй я не добавляю. По желанию вы можете добавить еще 50 мл воды или бульона. Если хотите, чтобы фарш был совсем-совсем такой жидкий. Кто любит. Прошло полчаса. Тесто мое отдохнуло. И теперь можно с ним начинать работать. Кладу его на рабочую поверхность. Тесто немного обминаю. Как видите, тесто очень хорошее, эластичное. Очень приятное в работе. И совершенно не липнущее к рукам. Рабочую поверхность я ничем не смазывала. И не пропыляла мукой. В этом нет необходимости. Делаю из теста колбаску. Разрежу ее пополам. А затем каждую часть разрежу еще на 6 ровных кусочков. Итого у меня получится 12 чебуреков. Кусочки теста обязательно нужно накрыть пищевой пленкой или кухонным полотенцем, чтобы тесто не заветрилось. Беру один кусочек и делаю из него вот такой вот кругляш. Но на плите у меня уже нагревается растительное масло. Его понадобится достаточно много. И раскатываю тесто в круг. Раскатываю достаточно тонко. Если вы любите, чтобы тесто в чебуреках было толстое, тогда тонко не раскатывайте. Но мне нравится, чтобы было много начинки и очень тонкое тесто. Тесто очень приятное в работе. И обратите внимание, что оно не липнет ни к рабочей поверхности, ни к скалке. Я не подсыпаю мукой. И в этом большой плюс, потому что мука обычно горит во время жарки чебуреков. Перекладываю сверху тарелку и обвожу ножом. Лишние кусочки уберу. Это нужно делать в том случае, если вы хотите, чтобы чебуреки у вас были все одинаковые формы, одинакового размера. Но если в этом не видите необходимость, этого не делайте. Кладу фарш. И распределяю его на одной половинке теста. Если у вас есть свой способ лепки и формовки чебуреков, делайте, как вам нравится. Это не существенно важно, как вы это делаете. Самое главное, это правильное тесто и правильный фарш. И формую чебурек вот таким вот образом. Немного передавливаю пальцами. Прохожусь в одну сторону. И затем в другую. И чтобы наверняка знать, что тесто хорошо прилепилось, еще придавливаю вилочкой. И получается вот такой вот узор. Но с этим нужно быть осторожно, чтобы не повредить тесто. Тесто прекрасно лепится. Поэтому не переживайте, ничего из него вытекать не будет. Я всегда проверяю, нагрелось ли мое растительное масло. Бросаю кусочек теста и смотрю. Конечно, легче всего проверить с помощью термометра, если он у вас есть. Но если нет, подойдет такой вот простой способ. И жарю чебуреки сразу по 2 штуки в разогретом растительном масле до золотистости с обеих сторон. Примерно по 1-1,5 минуты с каждой стороны. Во время жарки чебуреков обязательно поливайте чебуреки растительным маслом. Они на глазах будут у вас пузыриться и получатся точно прожаренными. Не стоит переживать, что мясо будет внутри сырым. Этот способ очень помогает. Я никогда не жарю чебуреки до такого светло-желтого цвета. Все-таки там мясо. И нужно быть уверенным, что оно хорошо прожарилось. Поэтому чебуреки у меня всегда чуть темнее, не желтые. Вот такие. Готовые чебуреки необходимо выложить на бумажное полотенце. Но особенность их в том, что бумажное полотенце остается почти без жира. Они почему-то не впитывают жир. И посмотрите, друзья, какая красота у меня получилась. Чебуреки просто невероятные. Казалось бы, совсем простой рецепт. Но маленькие нюансы делают из этого рецепта просто шедевр. Правда. Не верите? Попробуйте. Вы будете очень довольны этим рецептом. Обещаю. Надеюсь, что видео вам понравилось. Ну а если это так, поддержите меня лайками. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. А также не забывайте нажать на колокольчик, чтобы первыми узнать о моих новых видео. Желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и, конечно, будьте здоровы. До новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok